МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 19 марта родились Борис Штоколов. Выдающийся оперный певец Бас. Кинорежиссер Лев Кулиджанов, автор фильма «Преступление и наказание». В этот день 19 марта 1898 года состоялось торжественное открытие Русского музея. 19 марта 1906 года император Николай II подписал указ о создании в России корпуса подводных лодок. Теперь 19 марта отмечается День моряка-подводника. 19 марта 1913 года в Нью-Йорке впервые за границей полностью исполнена опера Мусоргского Борис Годунов. 19 марта 1855 года погиб контр-адмирал Владимир Истомин, герой обороны Севастополя в Крымскую войну. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любой военный моряк рискует жизни, и не в одно только военное время. Из Томиных было пятеро братьев, каждый из которых служил во флоте. До адмиральских седин наслужили трое. Своей же смертью умерли лишь двое из них. Словещая тень гибели всегда витала над ними. Смерть в море была почти обыденностью. Благодарю вас за подробности, изложенные в письме вашем. И душевно радуюсь, что все черкесские пули пролетели мимо вас, несмотря на сотни тысяч ими выпущенных. Это доказывает, что та пуля, которая должна попасть в вас, еще не отлита. Это самому известному из Истоминых, Владимиру, писал его друг и наставник Михаил Лазарев, тот самый герой русского флота, первооткрыватель Антарктиды. Это было ответом на подробное описание молодым Истоминым его приключений на Кавказе. В Кавказскую войну ему приходилось испешиваться и брать горные аулы. И правда, тогда еще враг не отлил того снаряда, что сразил этого бесстрашного моряка. Володя Истомин был совсем юн, когда он выпустился из морского корпуса и попал на военную службу. Ему даже не могли дать мичманского чина, годами не вышел. Но только ему исполнилось 17 лет, как Истомин попал в одно из самых горячих дел русского флота. На Варинский бой с турками, да в какой компании, на легендарном корабле «Азов», командир Михаил Лазарев и в сослуживцах, будущие адмиралы Корнилов и Нахимов. Уникальная команда, вероятно, самая звездная в истории нашего флота. По итогам боя их линейный корабль «Азов» станет первым, который наградят Георгиевским флагом. Георгиевский солдатский крестик украсит и грудь гардемарина Истомина. И командующий Гейден лично позаботится о званиях трех гардемарин, особенно Истомина. Уважение отличной и храбрости, и деятельности во время сражения осмелился объявить им мичманской чины. Совсем юный человек, а с этого времени об Истомине буквально все будут говорить, как о храбреце и чрезвычайно умном, энергичном офицере. Владимир Иванович участвовал в баталиях Кавказской войны, на суше и на море. Его экипажи лучшие во всем флоте. Он любимец своего друга и учителя Лазарева. Он и проводит его на лечение за границу, и там будет у его смертного адра. Наконец, вершина его жизни и жизни двух его славных друзей, Нахимова и Корнилова, Крымская война. Корабль Истомина во главе одной из колонн кораблей вошел в Синопскую бухту. Именно за это сражение он получил свои адмиральские эпалеты. На счету его экипажа было четыре подбитых вражеских корабля и потери одного моряка убитым. И вот Голгофа русского флота и русской армии Севастополь. Во время первой бомбардировки города был убит старый друг Корнилов. Нахимов и Истомин остались важнейшими фигурами обороны. Причем Истомин на самом опасном участке. Он руководил защитой Малахова-Кургана. Все моряки тогда были на бастионах. Истомин был командиром на линейном корабле под названием Париж. И вот его морячки сошли на берег и поставили знаменитую Парижскую батарею. Как раз против французских позиций. Такая вот злая ирония. Парижская батарея против французов. Адмирал и дневал и ночевал буквально на передовой. Говорят, за все семь месяцев даже ни разу не снял одежды. Своим подчиненным он приказывал беречься. Сам же всегда шел, не склоняя головы, в золотых своих эпалетах. Тем злополучным мартовским днем по его прямой фигуре и открыли огонь. Ядро попало прямо в голову. Не было секретом то, что Нахимов желал быть похороненным рядом со старыми друзьями. Корниловым и Лазаревым. Там, прямо в осажденном Севастополе, в соборе святого Владимира. Однако из всех их он оставался последним. А свое место вынужденно уступил Истомине. Спустя несколько месяцев и Нахимов последует за друзьями-адмиралами. Их всех упокоят в одном склепе. И смерть не разлучит старых товарищей. Субтитры создавал DimaTorzok